привет мы на канале да мы сегодня готовим куриные котлетки из куриной грудки правильно для детей они получаются очень вкусные сочные нежные и детки любят его саша ты любишь что нам нужно вот мы уже начали резать нашу нашу грудку меленькими меленькими кусочками у нас еще остался один кусочек мы это все смешаем добавим вот такой вот сливочный чесночный соус да два яичка мы туда в объем еще нам потребуется мука да и будем обжаривать на гарнир мы сделаем гарнир мы сделаем очень простой что мы сделаем картошку мы сварим со свежим укропчиком молодая картошечка свежий укропчик и маслица сливочная да это мы приготовим обед для наших деток для сашеньки и настеньки очень вкусный простой и полезный обед ну что начинаем мы грудку сейчас пересыпем вот в эту чашечку вот в эту чашечку мы пересыпаем нашу грудку вот так вот нарежем сейчас еще еще одну один кусочек мы порежем миленько-миленько и будем смешивать все наши ингредиенты и будем выпекать да мы продолжаем вот нарезали мы наше мяско нашу курочку мы дальше складываем это все в чашечку сашенька складывай складывай наш маска вот настенька молодец складываем все да все 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 складываем с досточки досточку мы теперь можем убрать сейчас мы будем смешивать наши ингредиенты да ну да можешь положить этот соус здесь у нас смесь перцев до чесночок и сметанка все мы выкладываем наш фарш все 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 правильно молодец лишнее мы купили так теперь что у нас теперь мы посолим немножко поставить давай немножко смотри много чтобы не высыпалась теперь нам надо вбить в наш фарш два яичка разламывая его напополам и выливай содержимое разламывая примечка чтобы на все где вот правильно все теперь ложи на что нам не нужно и вбивай второе да мы убили туда два яичка положили две столовые ложки сметаны натерли один зубочек чеснока щепотку смесь всяких разных душистых перцев ну чтобы они были не острыми потому что тоже все таки мы готовим для деток но было душистым сейчас все это хорошо мы перемешаем и добавим 2 столовые ложки муки все перемешиваем перережем а пока у нас что у нас закипела картошка до варится наша картошка на гарнир молодая картошечка вкусно 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 будет обед настенька уже не хочет ты хочешь уже кушать вот какая красота получается перемешиваем все хорошо хорошо ну можем уже добавить муку сашенька добавлять высыпай все высыпай вот все высыпаем высыпай молодец все лишнее нам не нужно и снова перемешиваем хорошо хорошо что было все однородной массы и будем жарить немножко растительного масла у нас есть сковородки поставим на разогрев да сейчас пожарим наши котлетки пока варится наша картошечка мы приготовим салатик что получается какая красота хорошо хорошо перемешиваем чтобы не было ни капельки сухой муки чтобы все перемешалось в одну массу ну уже получается сейчас мы туда добавим немного укропа насыпали укроп чека как запах укропчик вкусно теперь конечно все перемешиваем еще раз но это последний наш этап сейчас мы перемешиваем и все можно уже будет жарить наша сковородочка разогревается наша смесь ароматная готова ну что начинаем жарить до сковородочка у нас разогрелась и мы набираем вот так ложечкой ложечкой и нашу сковородочку как оладушек только это куриная котлетка ну еще сюда одна поместится ну еще сюда одна поместится вот поджарились у нас уже с одной стороны какая красота сейчас с другой стороны поджарится и будем следующую партию выпекать мы сейчас их сначала пожарим а потом будем делать наш салатик ну что мы сейчас будем делать да пока наша последняя партия выпекается вот такая красота получается у нас как вкусно пахнет я хочу понюхать только не подлазь а то она может маслицем брызнется аж горячо потом сейчас испекутся испекутся и будем пробовать понюхайте как вкусненько пахнет очень вкусно пахнет ну вот пока наша партия выпекается мы сейчас сделаем очень простой да но вкусный салатик овощи у нас помидорчики огурчики лучок все мы собрали со своего огорода сейчас урожай огурчиков помидорчиков все свое все сейчас нарежем с чем мы будем делать со сметанкой или с маслом салатик с маслом с маслицем все начинаем берем огурчик и будем его сейчас срезать только аккуратно чтоб пальчики не срезала помочь ну что у нас получается порезали мы помидорчики огурчики Саша с Настюшей проголодались схватили по помидорчику так что тут у нас пора переворачивать так осталось два последних оладушка наших куриных вилочкой мы прокалываем чтобы они у нас пропеклись так ну салат у нас почти готов осталось порезать лучок Саша ножичком не будет резать потому что он очень острый это очень опасно мама сейчас нарежет тоненькими-тоненькими полукольцами а потом будем солить и заправлять маслицем наш салатик готов вот теперь мы добавили соль да мы добавили соль маслицем заправили теперь Сашенька перемешивает ммм как пахнет можно добавить еще свежую зелень ммм сейчас добавим сейчас добавим сейчас котлетки наши вытащим они уже приготовились вот ммм какая красота еще все теперь мы посмотрим как там наша картошечка очень горячий ждем пока остынет так картошечка еще варится еще твердая ну еще чуть-чуть совсем осталось сейчас мы пойдем сорвем свежую зелень вкусно? ну Настя наверное голодная да Настюша голодная ну сейчас уже все будет готово совсем чуть-чуть осталось вот наконец-то наши девочки дождались когда же приготовится наш обед вот такая вот красота получилась наша картошечка со свежим укропчиком маслицем салатик и наша чудесная котлетка и у Настеньки такая же красота мммм котлетку кусаем ну как вкусно? проголодались мои девочки вот Сашенька сегодня приготовила блюдо для себя и для Настеньки ну и мы с папой попробуем ммм вкусно? папа салатик придет папа вечером придет да он на работе но мы ему оставим вкусненько? ммм вкусненько и картошечку кушаем и салатик кушаем это все очень полезное легкое от него не будет болеть животик и сытное ммм ммм подписывайся на наш канал пишите лайк лайк смотрите наше видео следующее следующее мы еще что-нибудь новенькое приготовим да мы же хотели приготовить в следующем видео пиццу с какими-нибудь интересными начинками и молочный коктейль с мороженым не пропустите пока-пока ну Саше некогда прощаться она проголодалась пока пока пока